Всем привет, ребят! Вы на канале Мэри Геймс, и мы продолжаем проходить Рождённую Луной, серия седьмая, сезон четвёртый. Это последняя серия этого сезона. Мия всё ближе к разгадке пророчества. Видимо, они с Фрэнсис найдут ещё одну часть. Возможно. Глава седьмая. Непростой визит. Привет! О, привет. Как дела? Как долетела? Всё в порядке. А где багаж? Я налегке. Перекинув через плечо сумку, вампирша улыбнулась. Возьмём машину на прокат? О, нет. Одного раза хватило. Поедем на моей. Ха-ха. Подумаешь, не повезло. Ты суеверная. Ещё скажи, что странно при моей жизни верить в приметы. Ладно, ладно, сдаюсь. Веди. Решила уже, где остановишься. Забронировала номер в отеле. Осмотрюсь немного, потом сниму квартиру или дом. Сев в автомобиль, гостья из Франции восхищённо подсокала языком. Ничего себе тачка. Статусная. Эта малышка должна была тебе встать в приличную сумму? Ты же студентка. Мне её мой. Фрэнсис испытывающе посмотрела на Мию. Мой мужчина подарил. Серьёзный должно быть тип. Да, серьёзный. Типом его, правда, не назвать. Удивлюсь, если он вообще хоть раз это слово произносил. Надо как-то отметить твой приезд. Я не против. Предложение? Их два. Можно немного пройтись по достопримечательностям и потом остаться в каком-нибудь хорошем месте. Например, знаю чудную турецкую кофейню с видом на реку. Второй вариант. Раз решилась выбраться из Бордо, возможно, тебе станет любопытно посетить клуб вампиров. Пока я остаюсь в тени, от меня больше пользы. Анхель Мора сидит далеко за океаном. Есть ли смысл прятаться так старательно? В Европе ты следов не оставила? Мало ли кто ты? Другой континент. Ты же не ходишь с табличкой меня, обратил Лука Миро. Ну, не знаю. Девушка видела, как вампирша сомневается. Фрэнсис столько лет была совсем одна. Ей наверняка хотелось бы пообщаться с такими же, как она. Соглашайся. Клуб модный, называется «Вкус ночи». Тебе понравится? Гостя из Франции резко махнула рукой, сказав. Давай, ты мёртвого уболтаешь. Мёртвого вряд ли, а вампира смогла. Как насчёт завтрашнего вечера? Договорились. На следующий день Мия, перебрав свой гардероб, выбрала наряд для клуба. После захода солнца отправилась знакомить Фрэнсис с местным обществом. Пикантное белое. Платье в полоску. Платье цвета фуксии. Откровенный топ. Возьмём вот это белое платье. Интересно выглядишь. Спасибо. Войдя во вкус ночи, вампирша огляделась по сторонам. Выглядит ничего, презентабельно. Хозяин – князь Итан Вуд. Какие у тебя с ним отношения? Нейтральные. Скорее нейтральные, да? Пару раз пересекались, не более. Ничего о нём сказать не могу. Что ж, посмотрим. Девушки сели за столик. Фрэнсис покрутилась, будто ища максимально удобное место на диванчике. Потом, свободно забросив ногу на ногу, облокотилась на спинку. Мне здесь нравится. Рада. Чем собираешься заняться? Фрэнсис заговорщически понизила голос. Тебе помогать? Или остальные шкатулки ты уже нашла и с Мора помирилась? Мягко улыбнувшись, Мия отрицательно помотала головой. Интересно, она всегда всё доводит до конца и поэтому хочет продолжать распутывать всю эту историю? Долг перед Лукой не позволяет поступить иначе? Или Фрэнсис считает меня другом? А может, всё сразу? Появились какие-нибудь зацепки за это время? К сожалению, у меня вообще ничего. Удалось кое-что узнать о шкатулке, полученной егерем. Сейчас надо подождать, пока ищут тех, кто его близко знал. Ясно. Давай с кем-нибудь из вампиров познакомлю. Зачем? Тебе комфортнее станет, если не только меня будешь знать. Воодушевление на лице Фрэнсис не появилось, но и возражений не последовало. Ммм, Патрик, Дастин. Если кто-то из них появится сегодня, то обязательно представлю. Потом, конечно, и Виктору. Кто из них твой парень? Он. Виктор Ван Арт. Патрик тоже занят. Женат. Про Дастина не знаю. Вроде свободен. Правда, молодой совсем. Скорее всего, тебе более зрелые мужчины нравятся. Есть ещё... Эй-эй, избавь обороты. Поиски парня в список первоочерёдных дел не входят. Вот как. Не до романтики. Я поняла. Разговор плавно перетёк на другую тему. Они болтали о городе. Мия советовала, какие достопримечательности стоит посмотреть. Потом появился Патрик. Узнав, что он делает тату, Фрэнсис всерьёз задумалась, не воспользоваться ли его услугами. Какая цена? Своим делаю бесплатно, из любви к искусству. Давно этим занимаешься? Иногда кажется, что всю жизнь. Мия сходила к стойке, взяла кофе. Вернувшись, застала Фрэнсис удивлённой. Патрик, ты шутишь? Нет. Моя жена человек. От обращения отказалась, и ей уже много лет. Знаю, меня тут многие чудаком считают. Не привыкать. Неожиданно. Ну, окей. Насчёт тату обращайся. Мия, ты тоже, если хочешь. Пойду. Спасибо. Пока. Девушки ещё долго сидели в клубе. Только перед рассветом Мия посмотрела на часы. Поехали, солнце скоро встанет. Сразу познакомить Фрэнсис со своими друзьями не вышло. Вампирша с головой погрузилась в изучение нового города. Мия отнеслась с пониманием, посчитав, что ей может потребоваться время для принятия новых лиц. Спустя несколько дней у Фолла появились новости. Есть две новости. Хорошая и плохая. Выбирай. Начни с хорошей. Выяснилось, что егерь, получивший посылку от Луки Меро, умер. Но у адресата остался приятель, и он с недавнего времени живёт в Штатах. А плохая? Много лет назад Фрэнсис отправила посылки Петеру Йенчу в музей, в похоронное бюро, точнее в склеп и... Макс, перестань, говори уже. Егерю, хорошо знакомому Эмилию Обье. Вот чёрт. Да, смешанные чувства. Он нам не то, чтобы помогать не станет. Может и на порог не пустить. Если в дверь не стучать, её никто не откроет. Боюсь, придётся тарабанить изо всех сил. Значит, будем. В одном городе со мной оказался Эмиль, и именно через него я найду манускрипт? Это невероятное стечение обстоятельств, случай везения или рог и предначертания судьбы. С ним юлить нельзя. Надо говорить откровенно. Вожак Обье показался мне мужчиной прямолинейным. С таким лучше не хитрить. Поймёт, что ему врут, второго шанса не даст. Только после истории с Кловисом не представляю, как начать разговор. Вскрывать, кому нужна шкатулка, не станем. А вот зачем она тебе, не его дело. Непростой будет визит. Поеду к ним. Дождись. Эй, я тоже хочу. Я с тобой. Вместе говорить будем. А то посчитает, что я его боюсь и прячусь. Встретил их опять Дидье. По пути к дому Мия невольно бросила взгляд туда, где в прошлый раз Кловис чинил велосипед. Теперь этот Обье мёртв. Но ведь не по моей вине. Надеюсь, Эмиль поможет. Дидье, проводив их до кабинета, не проронил ни слова. Лишь жестом указал на дверь. Эмиль. Макс, снова с Мией. Даю две минуты, потом проваливайте. От вас одни неприятности. Ты можешь знать, где вещь, которая мне нужна. Она принадлежала одному знакомому тебе егерю из Франции. Эта шкатулка. Зачем она вам? Назови цену или скажи, чего хочешь. Эмиль выразительно посмотрел на Мию. Не собираюсь отдавать человеку какие-либо документы оборотней или вампиров. Сказал же, я буду должен. Хозяин кабинета с сомнением скривил губы. Нет, раз она здесь, значит есть ее интерес. Пусть сама и говорит. Я жду. Проявить настойчивость. Это может оказаться полезным для волков. Вы ведь не любите вампиров? Уверена, у нас найдется общий интерес. Сомневаюсь. У тебя среди них есть друзья. Но и враги. Знания вам ничего не дадут. Я действительно не могу рассказать. Может вас убедит то, что из-за меня здесь и в Европе стало на несколько вампиров меньше? Обье вопросительно скосил глаза на Макса. Тот кивнул. Любопытно. Старый оборотень открыл окно. Размышляя, оглядел двор, затем снова повернулся к Мии. Ваша репутация среди оборотней выросла. Ты пришла сама, не струсила. Я это уважаю. Шкатулка не здесь. Мне надо за ней съездить. Приходите через два дня. Спасибо. Я ничего не обещал. Посмотрю, что в ней такого интересного. Тогда и решу, отдавать ли ее тебе. Вечером Мия встретилась с Фрэнсис в отеле. Рассказала про Обье. Не верю, что оборотни просто так отдадут тебе шкатулку с пророчеством. Раз один вампир решил прятать ее от других, значит она важна. Не говорить же Обье, что я рожденная луной. Не хотелось бы. У нас есть два манускрипта. Можно предложить поменяться. Мия, пойми меня правильно. Очень тебя прошу, если будет другой способ, воспользуйся им. Я обязана Луке жизнью и... Хотела бы иметь что-то на память о нем. От него ведь ничего больше не осталось, кроме полусгнившего дневника и предсказания, которые мы достали из склепа. Я обязана ей, наверное. Если бы не Фрэнсис, манускрипта у меня бы все равно не было. Обещаю, шкатулку с Орлеанского кладбища я отдам, когда все закончится. Выбор повлиял на взаимоотношения с Фрэнсис. Спасибо. Вампирша тряхнула головой. С этим разобрались. Предлагаю сделать перерыв в твоей экскурсионной программе и сходить потанцевать. Вдвоем? Могу кого-нибудь позвать. Ты говорила, у тебя лучшая подруга есть. Про вампиров она знает. Как ее... Триша. Ну вот, звони ей. Девчонками пойдем. Фрэнсис и Триша не пришлись друг к другу по вкусу. Беззаботная студентка сочла вампиршу заносчивой. Та, в свою очередь, иронично над ней подшучивала. Весь вечер Мия спасала ситуацию, забалтывая обеих. После танцев в ночном клубе девушки отправились проводить Тришу домой. Я бы добралась и сама. Не сомневаюсь. Только на ступеньках не споткнись. Если это намек, что я пьяна, то зря. Я в полном порядке. Да ну. Мия ухмыльнулась, протянула руку к входной двери. Стой. Фрэнсис указала на темный проулок. Там был какой-то парень. Странный. Спрятался, когда я заметила. Пойду посмотрю. Я сама. Побудь с Тришей. Оставив подруг, Мия быстро пошла к углу здания. Может у меня паранойя и там припозднившийся прохожий? Сразу за поворотом она увидела предаившийся в тени силуэт. Случайные люди себя так не ведут. Через мгновение девушка разглядела фигуру лучше. Дэрил? Вампир, не так давно напавший на Тришу, попятился. Задержать его гипнозом. Впившись в Дэрила взглядом, она резко бросила. Стой. Эм... Не двигайся. Растеряно моргая, он замер. Сзади раздался настороженный голос Фрэнсис. Мия? Порядок, сейчас. Дэрил, я жду объяснений. Я никому ничего не сделаю. Это понятно. Тебе никто не позволит. Можно мне поговорить с Тришей? Нет. Как ты её нашёл? Поспрашивал среди вампиров о знакомой Бенни. Узнал, что ты журналистка. Ну и через колледж. Клянусь, я не буду её кусать. Наоборот. Наоборот? Хочешь, чтобы Анайда сделала? Что за бред? Чрезвычайно взволнованно вампир ответил. О нет, я... Только поговорить, познакомиться. Триша, она будто манит меня. Постоянно думаю о ней. Мы обсудили это в прошлый раз. Да, да, знаю. Мия, я борюсь с жаждой, отучиваюсь пить человеческую кровь. Для Триши я не опасен. Ну, хочешь, давай буду общаться с ней в твоём присутствии. О, я даже не знаю, как к этому отнестись. Может, ему правда стоит с ней поговорить? Это не более, чем сексуальный интерес к первой жертве. Это пройдёт. Потерпи немного. Дэрил дёрнулся. У меня чувства к ней. Так только кажется. Откуда тебе знать? В любом случае, я не стану рисковать подругой. Она боится. Только недавно снова начала на улицу по ночам выходить. Вампир вздохнул. Мне жаль. А уж она как расстроится. Надо теперь жильё менять. Из-за меня? Это лишнее. Уходи. Мия наблюдала за непривычно молчаливой и задумчивой подругой, которая пила крепкий чай, держа чашку в чуть дрожащих руках. Думаешь, он действительно адекватен? Вроде да. Но мало ли, лучше не рисковать. Триша вновь притихла. Мия, этот парень не расскажет другим, что у тебя есть дар? Я проявила себя ещё в первый раз, столкнувшись с Дэрилом. Его потом убедили держать язык за зубами. А вампирчик молодец, выследил вас. Зачем я ему? Эм, ну... Что сказать? Подбодрить, чтобы не боялась. Хочет познакомиться и в постель затащить, не более того. Триша нервно хихикнула. То есть парень как парень? Ничего необычного? Точно. Через два дня Мия и Макс были в доме Обье. Поздоровавшись, Эмиль сразу сказал. Фолл, будь добр, подожди снаружи. Эмиль? Хочу с ней с глазу на глаз пообщаться. Макс глянул на девушку. Та моргнула, давая понять, что всё в порядке. Я рядом. Мия осталась наедине с хозяином кабинета. Я понимаю, это твои дела. Поэтому и говорить буду только с тобой. Я прочёл манускрипт. На столе шкатулки нет. И что, решили? Текст мне не понравился. Считаю, неумно отдавать его тебе. Кто бы сомневался. Почему? Такие документы бывают опасны. Без понимания происходящего лучше их не трогать. Или ты всё же что-то понимаешь? Придав лицу самое серьёзное выражение, Мия ответила. Какое-то время назад я, случайно, оказалась посвящена в тайну существования этого предсказания. Теперь некий вампирский князь хочет моей смерти. Кажется, я могу помешать каким-то его планам. Эмиль прищурился. Речь об Итани Вуде? Нет, я про Анхеля Мора. Это всё, что могу рассказать. Эмиль Абье вовсе не такой, как Кловис. Вожак стаи не пойдёт на подлость и заслуживает доверия. Ему можно показать манускрипты из музея и склепа. Мия на секунду задумалась. Да, так и сделаю. Покажу. Если бы у вас был один манускрипт, договориться с Эмилем Абье было бы сложнее. Взгляните, мистер Абье. Выбор повлияет на историю в будущем. Мия положила на стол перед Эмилем оба документа, полученные от Йенча и найденные в склепе. Что это? Другие варианты предсказания. Я пытаюсь узнать, как звучит настоящий. Занятно. У нас с вами есть разногласия, но сейчас наши интересы сходятся. В вампирском обществе что-то назревает? Полагаю, это может коснуться оборотней. Вожак стаи Абье перечитал манускрипты, повертел в руках. Хорошо. Оборотень открыл ящик стола, достал шкатулку. Держи. Убрать в сумочку. Точь в точь, как и другие. Спасибо. На мгновение девушке показалось, что Эмиль хотел сказать что-то еще. Задержаться и задать вопрос. Мистер Абье, вы что-то знаете? Возможно, вампирские шевеления действительно могут отразиться на нас. Волк, от которого мне досталась эта шкатулка, мой приятель детства. Читая эти манускрипты, я вспомнил, как мы вечерами слушали байки его деда. Тот часто рассказывал про давнюю большую войну, случившуюся еще в средние века. Воевали все против всех. Вампиры, оборотни и люди. И якобы тогда существовали те, кто был особенно силен. Одинаково ночью и днем. В голове девушки тут же пронеслось. Ночь одарит ее силой, слабости день лишит. Вампиры? Не помню. Это детские сказки, которые я слышал много лет назад. Хотя, кажется, это была легенда про обороней. Помолчав, Эмиль добавил. Надеюсь, этот текст ничего не значит. Спасибо за рассказ. До свидания, Мия. Мия вышла из кабинета. Фрэнсис будет рада, мне не пришлось отдавать ему шкатулки. Она сразу же поехала к Виктору. Здравствуй, как все прошло? Удачно, третий текст у меня. Позволишь, я прочту? Отдать Виктору. Вампир взял документ, внимательно осмотрел, прочел. В полнолуние Деву смерть обойдет, но судьба ее утрачена будет. Это есть и на первых двух. А что дальше? И станет она рожденной луной. И охранит свет от тьмы. И станет так. Кровью вампира выделено предпоследнее предложение. Охранит свет от тьмы? Еще не хватало. Что это значит? Что угодно. Это же предсказания, метафоры в них традиция. Ванарт поцеловал девушку, кутая ее в объятиях. Не бойся, я рядом. Тихо вздохнув, Мия прошептала. В час луны полной, отдав свою за другого, жизнь новую смертная получит. Ночь одарит ее силой, слабости день лишит. И станет она рожденной луной, и охранит свет от тьмы. Чем же заканчивается текст пророчества? Ну вот, ребята, осталась только одна шкатулка. Какие-то очень дорогие получились серии в этот раз. Слишком много было потрачено алмазов. Ждем продолжения. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.